Пришедшие осадки на территорию южного и центральных округов, безусловно, не могут не радовать. Но вспомните ситуацию буквально 4-5 месяцев назад, когда всходы мы получали только поздней осенью или вообще зимой. Вспоминать-то я не хочется, правда. Но это природа, и мы должны учитывать ее мнение. В связи с этим является актуальный вопрос о грамотной, экономически целесообразной и безопасной для культуры продуктов для обработки семян. Итак, мы находимся с вами на территории Краснодарского края, где мы заложили опыты с различными вариантами обработки семян. С левой стороны от меня вариант Селестмакс, готовый инсектофунгицид с нормой на 1 тонну 1,8 литра. В правой руке от меня находится конкурентный продукт, фунгицидный, 0,3 литра на тонну, в баковой смеси с инсектицидом 0,6 литра на тонну. До того, как рассказать о результатах проводимых учетов, давайте немного пройдемся по агротехнике данного поля. На данном поле высенен сорт тани первой репродукции. Предшественник здесь два года подряд сахарная свекла. Норма высева 5,5 миллионов гектар. Дата сева 14 октября 2020 года. Как я уже упомянул ранее, предшественникам на данном поле было два года подряд сахарная свекла, что безусловно добавляет нам проблем с не без того низкими запасами продуктивной влаги. И тем актуальнее встает вопрос о безопасности продуктов для культур, и тем ярче выражен ретардантный эффект. Вообще понятие ретардантный эффект или задержка всходов от продуктов трактуется как торможение удлинения междоузлей зерновых культур за счет нарушения синтеза гиберелинов. А гиберелин, в свою очередь, это группа фитогормонов, которые отвечают растению за удлинение гиппокотеля, прорастание семян и так далее. Обычно ретардантный эффект проявляется в виде задержки всходов на 1-3 дня, снижения густоты, снижения кущения, плохого развития первичной корневой системы. При каких факторах или условиях мы можем наблюдать это? Это низкие запасы продуктивной влаги, это глубина села и, конечно же, наличие комбинаций из нескольких триозольных действующих веществ в одном продукте. Итак, отбросив всю лирическую часть моего выступления, после проведения учетов на варианте Селестмакс мы получили 104 побега на 1 погонный метр при ширине между ряде 15 сантиметров. Проведя нехитрые вычисления, у нас получилось 6,9 миллионов побегов на 1 гектар. И, соответственно, на конкурентном продукте в баковой смеси с инсектицидом у нас получилось 60 побегов на 1 погонном метре, что позволило нам рассчитать количество побегов на 1 гектар, которое равно 4 миллионам. Что означает, при массе колоса 1 грамм и, учитывая тот факт, что 1 побег 1 колос, на варианте Сенгента получается 69 сантиметров в гектар потенциальной урожайности. А на конкурентном варианте 40 сантиметров в гектар потенциальной урожайности. Итого разница 29 сантиметров в гектар, что при текущей стоимости за 1200 рублей за 1 сантиметра зерна составит 34 800 рублей. Весомые потери от неправильного выбора продукта для обработки семян, не так ли? Именно поэтому философия команды Ситке заключается в том, чтобы не только продать вам продукт, но и с помощью сервисов, технической экспертизы. Решением вопроса по обработке нанесению семян помочь вам в достижении больших результатов дождей и урожаев вам в этом году.